Хотя мифологические версии конца света самые древние, в играх они встречаются не больно-то и часто. Версия Ноктюрн среди них особенно интригует. Уже в начале игры наш мир погружается в пучину хаоса и разрухи, человечество вымирает, большинство людей становятся духами, а по улицам расхаживают демоны всевозможных форм и обличий. В этом спиральном мире пространство искажено, а осколки цивилизации разбросаны по безжизненной пустыне. Но это не конец, а лишь неизбежная стадия рождения нового мира. И каким быть этому миру, зависит от демонов. В мире Ноктюрн существует несколько трансцендентных философий, и их приверженцы ведут борьбу за то, какая философия определит облик нового мира. Разумеется, решающую роль в этом противостоянии сыграет сам игрок. Будет ли в новом мире править сила? Станет ли он царством логики? Или каждая душа получит собственный изолированный рай, и все конфликты прекратятся? Ведь никто никогда не сможет вторгнуться в чужой мирок. Это лишь основные варианты дивного нового мира. А пока мир спиральный. Постапокалипсис Ноктюрн дарит разные эмоции. Гнетущее одиночество, неотвратимый конец догнивающей реальности и, в то же время, пьянящая свобода. Стоит зайти в бар, где спокойно сидит небезызвестный Локи, как вся тоска растворяется. За креативный и самобытный подход к мистическому постапокалипсису седьмое место.